Аплодисменты А 28 апреля Майя Майя Ну, очень хочу Как получится 28 я вас приглашаю Опять на свой авторский вечер Приурочник от него пограничника И все равно у меня получится Сегодня день до конца 28 мая На день пограждаться Я вас приглашаю Всех сюда Но будет в новом зале Вот в том каком-то другом Вот там Недавно наши организаторы Вытащили его Изывают в деревню С романтическим названием Бирюки Где он в старом доме Пишет песни Он был раньше на всех В Афганистане Восемь заездов Вся история Афганистана И всех страданий нашей армии Начиная с 17-го года И даже раньше Вот эта песня У него в Великом Нож Замечательные песни Просто он долгое время Скрывался Как секретный очень человек Спецкор военный Он же развлечек Газета Правда-то была такая Когда-то там военная редакция Ездил в Афганистан без конца И участвовал в боевых операциях Так что Самое сложное вытащить его Оттуда было Но раз вот наши Рубейки-администры договорились Я очень рад 23-го апреля Всех вчера приглашаю туда Так Дальше продолжаем Значит, эта песня Как я и обещал Сначала О том, что было При нашем пребывании там Мы год пробыли Как диверсионно-развестная группа Прятались Почему я в этой форме Если вот мне Анатолий замечательный Он подарил эту форму Где-то на каком складе Нашел Советского образца Форму спецназа И этой форме у нас В Афганистане Такой мы не носили Одевались то в чем Только мы же не заподозрили У нас Тим, кем мы являлись На самом деле Прикидывались там всякие И потихоньку Как положено Молча делали работу Заразно расшифроваться Но зато после Афганистана Вот таких форм Каждый из нас За три года По три-четыре С ним Смени Съеденный пот Вышли солнцем Это все по Подмосковью И да Их там всяких учений Где-то полгнает Курсман Так что вот Я сегодня С гордостью надеваю Эту форму спецназа Вымпила Того старого Винкерского вымпила Который в Афганистане И из Афганистана Был организован Который существует И сейчас Но у него сейчас Другие задачи А я сейчас Песня Младший Я поменял Если у тебя Первая песня Того что было бы О тех Которых не допил А да Да-да-да Все в пол Так Это еще И серии Письма с Афгана Я маленько Немножко расскажу Про эту историю Значит Ну все мы там В Афганистане Кто привез с собой Привозили с собой Фотографии Жен Детей А я как-то Вот Плохая урок Привет Оставляет фотографии Я нет А потом На всех Подосмотрелся Ну ничего нет Я написал Жене Чтобы она мне Фотографии Прислала И значит На этой фотографии Какой-то фотограф Не знаю как Они все получились Рыжие Как морковка Все вот Хотя у меня Все такие вот И вот на этой фотографии Контрастные рыжие Дети им было там Лет по пять Что ли В общем И там Головки русс На одной фотографии Были рыжие И вот они Увезели меня там Значит Это письмо Ну Номер два Или три Ну Неважно Одно из писем Еще у нас Боевые друзья Были У нас Каскад четвертый Коль комиссар знает Говорит Лучшие друзья У нас были Друзья Которые назывались Менты С гордостью Это группа Специальным назначением ВД СССР Занимались тем же делом Что и мы Борьба Бандитизм Все такое проще Значит Лучшей Надежной Друзей не было И мы с ними Жили мирно Хотя вот С нашими Представителями Которые все Что-то одеялно Все тянули Все что-то хотели Все корчили И очень плохие отношения были С теми же сами Чекистами Которые думали Что они тут главные И нам могут командовать Вот Это песня Упоминание о нем Но не важно В общем песня Желтой пылью Наши окна Запорожили Третий день Амганец Бродит по горам Я письмо Тебе пишу Моя хорошая Из провинции Далекой Бадахшан Мне про ее Поет про горы Грусть магнитофонная А вокруг Столпились горы Наяву И живу я здесь Засадами Колоннами Да еще Твоими письмами Живу Где отмечено В устаре ли В коране ли Для чего живет На свете человек Здесь сошлись Два века В противостоянии Век Двадцатый И четырнадцатый Век Здесь не верю Ни в Аллаха Ни в Иисус Я Десять заповедей Душу не томят Вся религия Моя Головки Русые Сыновей Что с фотографией Глядят Ни к чему Здесь новомодные Традиции Все указы Здесь не значат Ни черта Пью я водку С подполковником Милиции От милиции Московской Нечета Пью за дружбу Боевую Настоящую Пью за то Что он не смотрит С высока Что меня Он не ходячего Незрячего Пять часов Тащил По скалам До полка Может быть Мои сумбурные Каракули Разбирать Ты будешь Слезы Не тая Только сделай Так родная Чтоб не плакали Письма папины Читая Сыновьям Только Верь И по законам Человечности Будет встреча Будет новая Весна Ты моя К мне Затерявшемуся Вечности По призванию Офицерская Жена Ты моя К мне Затерявшемуся Вечности По призванию Офицерская Жена Желтой Пылью Наши окна Запорожены Третий День Афганец Бродит По горам Я письмо Тебе Пишу Моя Хорошая Из Провинции Нагорный Бадакшан Я Письмо Тебе Пишу Моя Хорошая Из Провинции Афганский Бадакшан Потому что у нас Тоже Есть Бадакшан Еще Еще Одно Письмо Что Да Все Письма Жив И здоров Не контужен Не ранен А в остальном Догадайся Сама В Афганистане В Афганистане Жизнь не уместится В строчке Письма В Афганистане В Афганистане Жизнь не уместится В строчке Письма Ты не прочтешь в популярном романе Как проверяются судьбы в бою В Афганистане, в Афганистане Время историю пишет свою В Афганистане, в Афганистане Время историю пишет свою Даже на самом широком экране Не показать, что такое война В Афганистане, в Афганистане Правда оплачена нами сполна В Афганистане, в Афганистане Правда оплачена нами сполна В Балхе, в Керате, в Газни, в Бадахшане В скалах Заланга и в песках Чардары В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы В Афганистане, в Афганистане Время не выветрит наши следы Помните ждать, не клянись на Коране Знаю, не веришь ты в эту муру В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру В Афганистане, в Афганистане Белое солнце встает поутру Советских войск провинции Бадакшан Это наши друзья из 860 отдельного островкового полка Это вертолетчики нашей родной эскадрильи Файзабадской И советники даже, там даже раздолбай какие-то Тоже наши друзья, советские, чего я пытался всем доказать Мы тут маленькая советская кучка, и чего мы тут делим? Непонятно чего Нас поделят, придут, иголочь потрезают Вот тогда мы трогали А тут что мы тут? Ну, в общем-то, потом все помирились как-то Как мы съехали, там начались нападения на автомобили Пошли жертвы, но не важно Значит, там была, и сейчас есть, я точно знаю, никто ее не снес Скала под названием Сангимур Переводится этот Сангимур как Скала Орлов Это над речкой Корча, каменистой горной речкой Возвышается метров, наверное, на 20-30 Возвышается скала, в которой сделала площадка Грот, там каменный столик стоит Говорят по преданию мест, что там с этой самой площадки, с этой самой скалы, в эту мутную Корчу Шахи Афганистана сбрасывали неверных жен в эту кочку В эту кокчу Мы сбрасывали туда малые саперные удочки и большие Но наш повар доблестный как-то варил ее, ничего не отравились Но вот так добывали себе пропитание иногда, чтобы как-то подсвастить эту жизнь Такую Значит, Скала Сангимур Слава Богу, наш отряд Скала Сангимур Я пою, забыл я первую мелодию Лучше всех, на мой взгляд, мы тогда с ним сотрудничали Как-то в этом, Сергей Кунецов написал И его тоже написал, это мне нравится Больше всего я спою это Хотя поклялся только своей пыльной Но более здорово сделал музыку Гонит ветер листву, как листки партитур Горы замерли, в травмах на марше Мы безмолвно стоим на скале Сангимур Уцелевшие Чествуем павших Мы безмолвно стоим на скале Сангимур Уцелевшие Чествуем павших Над скалой и Сангимур Разгулялись ветра У подножия бесится Речка Нас двенадцать Из рейда Вернулась Вчера А троих Приняла к себе вечность Нас тринадцать Из рейда Вернулась Вчера А троих Приняла к себе вечность Разум скинулись К небу Стволы АКС Троекратно Откликнулось Эхо И ушел В облака Смертоносный Свинец Предназначенный Для человека И ушел В облака Смертоносный Свинец Предназначенный Для человека Ни вершителей На скале На скале Сангемур На скале Сангемур Только камень Шершавый И ушел И ушел И ушел И ушел И ушел Пятнадцать человек Значит Эта песня Интересная история Скрипает Сейчас ее спою Значит Ну там Не буду Вдаваться Услышал ее исполнение Тут в том же Самом завязке Четырнадцатого И стало жалко Что я это вообще Написал Продолжение Но не важно Моем первом варианте Это значит Пятнадцать человек Нас много Или мало Узнаем Погодя Когда начнется бой Шагай Солдат Шагай Пока заря Не встала Пока качает ночь Звезду над головой Шагай Солдат Шагай Пока заря Не встала Пока качает ночь Звезду над головой Короток был приказ Куда еще короче Нам топать предстоит Почти что в Пакистан И выйдя на рубеж К исходу этой ночи С налета захватит Оружь с оружием караван Поклялся комполка Что будут нам награды И тем кто не дошел И тем кто уцелел А замполит сказал Я верю вам ребята Но почему-то сам Идти не захотел И вот четвертый час Путь уже на эти скалы Полночи позади И главное успеть А где-то там вдали За синим перевалом Полсотни басмачей Торопятся на смерть А они заплатят нам За оближенные школы За слезы матерей Расстрелянный кишлак Шагай солдат шагай У них настрой веселый А мы поутру Сыграем отходняк Шагай солдат шагай У них настрой веселый А мы поутру Сыграем отходняк Пятнадцать человек Нас много ли ним или мало Узнаем погодя Когда начнется бой Шагай солдат шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Шагай солдат шагай Пока заря не встала Пока качает ночь Звезду над головой Значит у этой песни Продолжение Это для тех кто вернулся Потом с войны И что-то началось Ну вот после того Как нас всех вместе взятых Объявили политической ошибкой А потом началась Чеченская война Потом еще там Вторая, первая Это продолжение Напишено в девяностых годах Закончилась война Да здравствует гражданка Героем всех времен Кого-то назовут А ты солдат опять Крути свою баранку И жди когда тебя На бойню призовут А ты солдат опять Крути свою баранку И жди когда тебя На бойню призовут А те что за тебя Судили и видели Когда начнется бой Шагай, солдат, шагай Пока зря не встала И радуйся, что ты Пока еще живой Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала И радуйся, что ты пока еще живой Когда солнце со скалы зайдет В этой дальней чужой стороне Мне гитара опять запою О далеких друзьях, о тебе Мне гитара опять запою О далеких друзьях, о тебе Наш еще не зажегся рассвет Нам с тобою пока суждены Расставание на тысячи лет И свидание в антрактах войны Расставание на тысячи лет И свидание в антрактах войны Пусть за нами плетется беда Ты не веришь, что спасения нет Ты же помнишь, в трамвай всегда Отрывал я счастливый билет Ты же помнишь, в трамвай всегда Отрывал я счастливый билет Я по огненным тропам хожу, жгу подошвы своих сапогов Сколько песен еще напишу, и друзей обрету, и врагов Сколько песен еще напишу, и друзей обрету, и врагов Что же к песне добавить еще, если б кончилось все наконец Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары Цивил АКС Я б, конечно, тогда предпочел гриф гитары Цивил АКС Опять выполняю приказ, мы шагаем навстречу судьбе До свидания, в следующий раз, да пою эту песню тебе До свидания, в следующий раз, да пою эту песню тебе Большое спасибо, сейчас вот соберусь с духом пою эту песню, которую написал, записанную, жена мою не любит Я сам не очень написал, и как бы сам себе ее спел и тошно стал Но тем не менее, сейчас вот соберусь Там главное все остальное, так получилось, никто не спрашивал А я забыл поздравить, дорогие наши женщины, с праздником Единственным хорошим праздником, который остался вот у нас в России Это 8 марта Хотя кому повезло, с женами у того праздника, по идее, это каждый день, 365 дней в году А я-то, поскольку у меня одна жена, я всех, всех женщин других Жан Нижон поздравляю с этим славным праздником, замечательным Но хотя бы на том самосновании, что нас все женщины родили Вообще всех, и мужчин в частности И мы им должны быть благодарны всегда И любить всегда, всех А не только один раз в году Ну это я так думаю Глубокая уверенность, как русского офицера, что во всем Шершей Афавлович во всем это приспал И здорово Так что счастья вам желаю Я живу на свете очень много лет, но в общем-то достаточно много И до сих пор не знаю, что такое бабье счастье Но все радуются, наверное, вы знаете, наверное, великая тайна Нам туда не положено Но я вам этого желаю, чтобы у вас всегда было все в вашу жизнь Не подайте, а тут некий, ну пообещайте этому мужики Я не нас имею в виду Совсем Я нечто мне непонятное, но недоступное Значит, песня, следующая, тяжелая песня Значит, я горжусь тем, что я единственный, кто написал песню, посвященную афганской женщине Единственный Прям персонально, по имени Махтуба ее зовут Эту женщину, девчонка, по сути Я написал ее тогда, когда меня попросили Я вернулся со второй поездки в Афганистан в 88-м году Да, уже со спецзадатами ездил И мой хороший друг, полковник, тоже афганец Он говорит, ну что-то к нам плюют все в спину Там вот все стреляют, потому что в журнальной огоньке вышло Там Боровик написал, короче, что мы предатели все там И больше чем дело неизвестно И этот, вот это я всегда говорю честно, признаюсь К сожалению, этот случай произошел не со мной Эта романтическая история произошла не со мной Значит, это другим Но разница есть, потому что такие случаи имели место быть в Афганистане Что удивительно, да? Страна, которая нас ненавидела Все, кроме женщин Я так думаю, что только израильские команды беспощадные Даже страшней, чем наш женский батальон, который зимой защищал Тот никого не убивал, тот взял, снялся и ушел А всякие европейские кавалеры были Женщины не могут уничтожить то, чему они дали жизнь Если только специально не обучены Вот поэтому такая песня И, ну, повтори, Махтуба Звали женщину ту, Махтуба Так, да не женщина, просто девчонка Как тростинка тонка и слаба Ты тащила меня по воронкам А потом, разорвав паранжу Пинтовала горячие раны В кишлаке под названием Анжу На колонном пути под Ахшану Махтуба Словно ветер на склонах поет Ах, Махтуба Не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется спять Помню, родичи, стайку твоих К небу тянущих смуглые руки Ты сказала одно, шурави И они отшатнулись в испуге А потом полевой медсанбат И врачей утомленные лица Я хрипел им, где мой автомат А он не скоро теперь пригодится Да не нервничай, все при тебе Тут какая-то фея из сада Принесла поутру к КПП Пистолет, автомат и гранаты Махтуба Словно ветер на склонах поет Махтуба Не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется спять Вот и все, я вернулся домой Затянулись военные раны Только как-то связалась с судьбой Да девчонка из Афганистана Я не помню почти ее глаз Что запомнишь в бредовом тумане Может кто-то другой меня спас А может вычитал в старом романе Только ветер поет Махтуба И куда-то зовет Махтуба Я пошел в ту атаку опять Только время не движется спять Махтуба Словно ветер на склонах поет Махтуба Не нужны мне три года в зачет Я пошел в ту атаку опять Только время не движется спять Год за три потому что у нас Не знаю как где У нас считалось в мире на войне год за три И год за два к званию И год за три к выставке Потом все похерили там После 91 года Просто получаем за то что было Сколько это дадут Вот А тут Ушла на 90 стран мира Через московское радио Записывала эту песню Вот Сангиной Ну Попросил товарищ Старый добрый Что же мы все Афганцев бросаем Просто уходим Еще в оплевом И снег Он там А я знал После первой Второй Третий Черт Второй Третьей Комбировки Я знал что там были И есть люди Которые нас Очень и очень Просто любили по-братски Я за числа афганцев Настоящих афганцев Не нас Потому что Командир полка Афганского Женат был на русском Попросил Вот такой набор Парфюмерный Говорит Ну уходите Меня убьют Ты моей Передай Там Ребен Я ездил На университет Верно Ушит На родину Все Так что мы предали Того Кого приручили Вот Что делать нельзя За что и платим Теперь Пребывание Черт никого Офганистане Кроме нас Ну вот И Такое Афтоплин Верическое Дальше Так И вообще-то Что расскажешь О Востоке Лучше спеть Вот Сейчас Спою Что расскажешь О Востоке Непривычная Страна Там До всем Другие Боги И другие Имена Там Горянки Величавы И пугливы Как стрижи Но Глаза Ледят Лукавы Через Сетку Паранжи То Азисы То горы То пустынь Регистан Чатся Броне Транспортеры Из Кабула В Чарчаран Там Одна Сплошная Суша Не бывает Жарче Суш Но С вершины Гиндугуша Виден Только Гиндугуш Там Народ Неторопливый И Почитающий Коран Где Написано Красиво О Законах Мусульман Там Землей Латают Крыши Там Стреляют По ночам Там Предложат Вам Гашиш И Предприимчивый Бачар Там Экзотики Навалом Экзотичнее Найти Там Стреляют Из Дувалов Вдоль Колонного Пути Так Что Расскажешь О Востоке Непривычная Страна Там Совсем Другие Боги И Другие Имена По Востоку По Востоку Загоните Весь Свой Страх За Спиной РД Тяжелый Ты терпеть Не мог Со школы Если Что-то Давит На Плечо Это Было Все Когда-то Здесь Не мальчики Солдаты Здесь Год За Три Пишется В зачет По Востоку По Востоку Перекурим Брат Серега До Атаки Остается Пять Минут Небо Высветит Ракета А чья-то Песня Будет Спета А кого-то В цинках Увезут Караван Из Пакистана Банда Духов Из Баглана Пища Автомату Твоему На Гражданке Ты был Смелым Здесь Тебя Проверят Делом Объясня Что Как И Почему По Востоку По Востоку Где Штеленка Недотробя Помнишь Как Тебя Я Станцев Провожал Целовались До Рассвета Ладно Стоит Ли Об Этем Все Реши Последний Перевал Что Герой Апулятура Это Все Литература Это Все Гражданская Мура Из Далекого Герата Передай Привет Ребятам Нашего Московского Двора Из Далекого Герата Передай Привет Ребятам Нашего Московского Двора Созрел Прости, что я не добежал до вражеского зота За сто шагов прицел попал чужого пулемета Прости за то, что в том бою не думал о тебе В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле Я жизнь любил, как никогда, в походах ли, в атаках Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку Прости за лучшие года, возможные с другим Прости за то, что никогда никто не повторим А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей Прости его, что он живой, а я уже ничей Не доискаться до причин и смысла бытия Прости, что первенец твой сын похож не на меня Когда придут мои друзья, покалятся за брата Прости их, нежные мои, они не виноваты Что не спасли, не сберегли, поверь мне их вина Они свершили, что могли, но вверх взяла война В одной шеренге с ними я, под пулями душман Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан И свято верил в тот народ, который защищал Прости мне, вражей пулемет, и что не добежал Прости мне, вражей пулемет, и что не добежал Вот песня, которая я написал и написал И мелодию написал, и где-то в 80-е, в конце 80-е Пел ее иногда, пока замечательный друг Он говорит, что ты делаешь где-то там Вот это же замечательный самый песня Да два дали, там много хороших батальон разведки Он говорит, нет, выставляйся И в 88-м году майские звезды был фестиваль И эту песню я там, то есть я туда получил Денежную премию там, 150 рублей и знак почетный После выступления ансамбля Каскад Халилович, который пел Мою же мы уходим, мне тоже так любил А я спел вот эту песню И потом распел сам И как бы мне самому, ну и понравилось через несколько лет Ну вот сейчас я спою сугубо мирную песню Абсолютно О необычайном природном явлении Необычайном в горах там вот там Таких нет, снег едет, а дождишь он проливнее Таких не бывает А тут друг Дождь идет, гора Халган Это странно, очень странно Мы давно уже отвыкли От обилия воды И дождью подставив лица Все пытаются отмыться От жары, столетней пыли Серой пыли и беды И дождью подставив лица Все пытаются отмыться От жары, столетней пыли Серой пыли и беды Дождь идет в горах Халгана На колонны, караваны Словно сура из карана Стручки тянутся с небес Дождь стручит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном АКС Дождь стручит по горным склонам По машинам, по погонам И шипит на раскаленном Утомленном АКС Дождь идет в горах Халгана По забытой и желанной Пани светлая о доме Дальнем доме и весне И отплясываю Трияна Два безузых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной броне И отплясываю Трияна Два безузых капитана Два танкиста из Баглана На залатанной брове. Дождь идет в горах Амагана, Пересохшим речком мантра. Он, конечно, он, конечно, Ни российский, ни родной, Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну опрушил дождик, Этот дождик проливной. Местный бог от взрывов злея Из созвездия водолея На войну опрушил дождик, Этот дождик проливной. Дождь идет в горах Амагана, Дождь идет в горах Амагана, Дождь идет в горах Амагана, Это странно, очень странно, Дождь идет в горах Амагана. Значит, это Называется песня Пули, Она как бы все вместе в комплекте, Не одна вторая, С начала стихи. Кто песню Пули слышал хоть бы раз, Поймел, Спросите каждого из нас, Что в мире нет прекрасней напева, Когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда, Бесшомно, Как падущая звезда С последним ощущением тревоги, Она тебя отыщет Среди многих. А потому под пулями не гнесь, Не сохранишь Таким маневром жить, А просто надо двигаться вперед, Сомкнуть ряды И кто-нибудь дойдет. Такая философия войны И песни, что войной рождены, Прекрасны и страшны не потому ли, Что главная тема песни Пули. Вот, послушайте песню Пули. Придет песнями земля От ручья до соловья Композиторы в идеях утонули, Но однажды вышел друг Нам почувствовать на слух Песню Пули. Песню Пули. Но однажды вышел друг Нам почувствовать на слух Песню Пули. Песню Пули. Мы узнали, Сталина, Как умеет петь война В Кардакаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5.45 Смерть выходит исполнять Песню Пули. Песню Пули. Под аккорд 5.45 Смерть выходит исполнять Песню Пули. Песню Пули. На рикошете от земли Пули прыгают в пыли. Вон фонтанчики к кому-то потянулись. Не долет ли перелет, Но кто-то жизнью оборвет Песню Пули. Песню Пули. Не долет ли перелет, Но кто-то жизнью оборвет Песню Пули. Песню Пули. Было дело, бой гремел, Каждый честен и был и смел. А мы не дрогнули, Спять не повернули. Ни за деньги, ни за страх, Вот и слышим мы во снах Песню Пули. Ни за деньги, ни за страх, Вот и слышим мы во снах Песню Пули. Песню Пули. Придет песнями земля От ручья до соловья. Композиторы в идеях Просто утонули, Но однажды вышла друг, Нам почувствовать на слух Песню Пули. Песню Пули. Но однажды вышла друг, Нам почувствовать на слух Песню Пули. Песню Пули. Песню Пули. Ну вот сегодня вспомнили, Как при нас, Тот из тех, кто в полку служил, Прямо метрах в двадцать, Там двухстах от нас, Ночью вырезали 15 человек застал. Просто откровенно взяли и вырезали. Это были афганцы, Ну как алянцы, Они охранили как бы нас, Игорь, царантоль, 15 человек за ночь, И много было чего, Минометные обстрелы, Рейды, засады, Нападения, То прорываются по розовой реке Целую группу, Ну в общем, Это совсем не рай, Но запомнился он, Всем надолго, Вот сейчас я спою эту песню. Игорь, Бахараг совершенно мертвая крепость. А? Бахараг был совершенно мертвым. Пойду, слышу. Непроходимая. Бахараг. А, Бахараг, да. Ну я помню там, да. Про Бахараг что будет. Бахараг, да. Там батальон стоял В развальных старинной крепости, В этом Бахараге, В горах. Первый батальон. Первый батальон, да. Туда, В 860-го отдельный матрилковый полк. Туда. Трудно было добраться, Забраться, И мы туда летали. Вертолетом там уже батальон стоял В развальных крепностях. Намертво стоял батальон С огневыми точками. Но вот, Значит, Файзабад. Собственно, В районе Файзабад. Мы в самом Файзабаде жили. Ребята, значит, Ну весь наши друзья боевые. В 160-й эпох стоял В 10 километрах. В долине в самой середине. Сейчас там сад, кстати. Кто не знает, Это сад. Выросли, посадили. Там еще в центре был. Теперь сад. А сам Файзабад залез на желгорожье. Вот тут. Коля Комиссаровский, Он недавно совсем, Что там с Файзабадом? На фотографии видно, Что он не узнает. Разметка, Дороги асфальтированные. Только постовых не хватает С палочками гаишников. А так все остановит. Ну, Не дороги такие пыль. Ну, не важно. Значит, Песня про Файзабад. Файзабад, Файзабад, Не заради наград. Мы два года тебе подарили. И лежишь ты в горах У Памира много, Поражавшие от солнца. И пыли. И лежишь ты в горах У Памира много, Поражавшие от солнца и пыли. Облака уплывают В родные края. Ветер пахнет Черешней и хлебом. Тополя, тополя, Над кокчую шамя, Упираясь верхушками в небо. Тополя, тополя, Над кокчую шамя, Упираясь верхушками в небо. Что столетие, Что миг, Крывайщиков крик, Так же ехал в горах, Повторяя. И верблюды бредут, Куда тропы ведут, Меж горбами пуштунок качая. И верблюды бредут, Куда тропы ведут, Меж горбами пуштунок качая. Летний вечер упал, На расщелинный скам, Камни песни поют, Остывая. И опять до утра, Над кокчой трассера, Как сгоревшие звезды Мелькают. И опять до утра, Над кокчой трассера, Как сгоревшие звезды Мелькают. Файзабад, Файзабад, Мой товарищ и брат, Мы не зря И век год подарили. Файзабад, Файзабад, Здесь и рай был, И ад, Но таким мы тебя И любили. Файзабад, Файзабад, И рай был, И ад, Но таким мы тебя И любили. Сразу, Дуфрада. Прощались мы через год с Файзабадом, Почти через год. Песня называется Прощание с Файзабадами. Оставался внизу Еще долго, Плодить до 89-го года. Оставался в 160-й пол. Оставались наши Боевые друзья. Оставался наш офицер И друг, И комиссар Коли. Комиссар, Вот он сидит здесь. Оставалась Наша собака Крэц, Овчарка, Которую В 88-м сообщили Ему. Пришлось ее пристрелить, Но ей поставили память. На имя. А вот это. Вот. Потому что уже Старый стал, Подрыв и все вот это вот. Кто там написал, Коля? Это Ленька Богачук, да? Крест Клеопатры, да? В журнале смены, да? Да. Крест Клеопатры, Оп. Крест Клеопатры, да? Крест Клеопатры, да? Прощаемся и Файзабат Меднеется внизу Здесь снова столько было Столько было нами пройдено И столько было здесь Испытанно тревог А впереди у нас Кабул И дальше Родина И перекрестки неизведанных дорог А впереди у нас Кабул И дальше Родина И перекрестки неизведанных дорог Здесь только было Боевых друзей, товарищей Мы с ними хлеб и соль делили пополам Мы вместе шли через засады И пожарища И дым глотали и бродили по горам Мы вместе шли через засады И пожарища И пыль глотали и бродили по горам И дым мы не встретились В Европе или в Австралии Мы снова мысленно глянемся назад Когда на карте На восточном полушарии От ищем маленький кружочек Файзабад Когда на карте На восточном полушарии От ищем маленький кружочек Файзабад Земля качается, качается, качается И самолет уже теряет высоту И все качается Когда-нибудь качается И Шереметьево Раскинулось внизу И все качается Когда-нибудь качается И Шереметьево Раскинулось Внизу Кончилось с нашим возвращением и героическая эпопея каскада всех и самого большого и мощного каскада нашего, четвертого каскада, диверсионно-разведственное подразделение коммунитет безопасности, внешняя разведка, управление, нелегальная разведка. Вот это у нас было. После возвращения нас хотел Индира Ганди на северной территории, где сейчас у них там мусульманские войны идут, Бенжабом и Кашмиром. Товарищи наши советники из Африки решили, что идти для них лучше и нас не пустить никуда. Они поехали, после чего убили Ганди и сына его и шофера и все кончилось, как и кончилось. А мы бы справились только, несмотря на большую цену нашего использования, Инди готова была заплатить. Но неважно. Значит, еще одна песня, отходная, это уже песня написана «Прощание с Афганистаном из Кабула». Мы попросили, все из каскада четвертого снимался, там много было бойцов у нас было, и офицеров, и все улетали, оставались заканчивая дела несколько человек, потом все это, из боевого подразделения осталось, значит, советческий аппарат туда, ну а мы снимались. Значит, и... Быстро-быстро, словно птица, пролетит этот год, пробежит этот год, до советской границы, нас помчит самолет, нас помчит самолет, и в хребты гендукуша, Оставляя внизу, сон их древний нарушит, наберет высоту, наберет высоту. Снова встретит нас столица и знакомый вокзал, и знакомый вокзал, и родимые лица, тех, кто верил и ждал. И с друзьями простимся, загрустившие мы, мы домой возвратимся, мы домой возвратимся, мы вернемся с войны. Будем пить и петь безмерно, как велось на Руси, так уж есть на Руси, сменим мы БДР на салоны такси, на салоне такси. Будут ливни косые, над проселками вновь снова будет свобода, снова будет Россия, снова будет любовь. Четвертый каскад. Эта песня написана уже достаточно давно, на 25-летию, или 20-летию, 20-летию, даже не помню, вывода каскада четвертого. Мы 1 апреля приземлились, долго ехали по земле, там, 31-го туда, а 1 апреля нас, наконец-то, выпустила таможня, и мы же не хватали свои ящики, погрузились от машины, ехали в часть. Ну вот, значит, вот это, она была написана, в интернете прошла, через Куба, как поздравление мое всем бойцам каскада, всем моим друзьям. Значит, вот, почему каскад, я горжусь, что тогда оказался именно там. Во-первых, это было первое подразделение, которое потом получил название УИМП, организованное уже, у нас, 19-го августа, значит, Андропов написал приказ создать такое спецподразделение, для закордонной работы, ну и, а в 81-м году может туда попали с главков и так переведенные с оперативной работы, кто-то за десантура пришел. И сами создавали свое подразделение, которое уникальное и не было, и такого не было рамы вообще никогда, но посчитали, что мы опасны в 91-м. Отказались штурмовать Белый дом в 91-м, второй отказ, отказ в 93-м расстреливать своих, потом передали МВД и каскад, и вымпел кончится. В следующий день занимались борьбой с терроризмом, а так вроде у нас вокруг все друзья заклятые, и никого не надо не взрывать, не уничтожать, ничего. Никто не знает, Беркут наши собратья там, мы тоже отказались стрелять, и за это поплатились. Процент Серега командовал переговорами в 93-м году со всеми этой, с волотой, равношерстой, в Белом доме. За это его разжал, и договорился, добился, Альфа приняла их, отдала под гарантию, что их не убьют. Серега процент понятия в звании, каскад был расстроирован, подчинили МВД. Последние наши ветераны, которые были у нас трапочками, потом уже полковниками, после Беслана, для своей чести и совести посчитали, что служить там, и уволились. Не они виноваты в тех потерях, которые произошли, не они виноваты в том, что он нырдостит, но не важно, я сейчас пою эту песню. Песня называется «Всем друзьям, нашим из каскадов, из всех». Песня после последнего каскадера. Год прошел, закончена работа, и идет среди афганских гор, каскадер четвертого залета, и последний самый каскадер. Без брони идет, без автомата, весь багаж, рюкзак да чемодан. Парень из последнего каскада покидает мартовский афган. По Кабульскому аэродрому он идет, не чувствуя весны. За четыре тысячи верст от дома, и за двести метров от войны. За четыре тысячи верст от дома, и за двести метров от войны. Он почти утрапа оглянется, остановится и на момент. Отчего-то грустно улыбнется, и закурит сигарету Кент. Может, нет для радости причины, может, просто до смерти устал. Смотрит он на горные вершины, средь которых жил и воевал. И когда, прервав минуту эту, дружески махнет ему пилот, Он, щелчком отбросив сигарету, не спеша поднимется на борт. И подрёв турбин родного ила, боевых традиций не забыв. Спорт-механиком по кружке шила, без закуски выпить за отрыв. С борт-механиком по кружке шила, знаешь, что такое шила, да? Спирт авиационный, без закуски выпить за отрыв. И уже под мирный гул моторов по дороге к дому и весне Будет спать и видеть сны, которых никогда не видел на войне. Будут в снах тех рейды и засады, БТР, дрожащий и горячо, И блокпост, где все его ребята, Живы и не ранены еще. Будут в снах у каскадёра горы, Весь дым у Хайберский перевал. Не будите, люди, каскадёра, Он свою войну отвоевал. Не будите, люди, каскадёра, Он свою войну отвоевал. Песня про двух братьев. Вот я как раз на двух братьев. А Пехтуру? Пехтуру сейчас, а потом есть. Значит, это такая, две длинные песни. Они все про одних, те же братьев. Мога ли, про одного из них. Значит, она называется «Орден в кулаке», Вторая из «Орден в кулаке», А песня была от двух братьев. Ну вот, если готов, слушайте. Ладно, это так. Я братьев двух когда-то знал, С одним в Афгане воевал. Ходили к чёрту на рога, И ведьмам в зубы. Стрелять он был большой мастак, С десяти шагов менял пятак. Был по натуре весельчан, По с виду грубый. А старше был общество бед, На все вопросы знал ответ. Да имел отдельный кабинет, Машину, дачу. Жил то в Париже, то в Москве, И вел семь пеней в голове. Да дело даже не в уме, Поймал удачу. И вот, когда, закончив срок, Мы все покинули Восток. Домой вернулись те, Кто смог дойти до цели. Явился к старшему меньшой, Всё ж как-никак, а брат родной, Тот накрывает стол большой, Мол, ждал и верил. Нам спирт окопный глотки сжёг, А здесь французский коньячок, Икорь, и сёмга, балычок, Язык телячий. И почему-то вспомнил я, Как провожали нас друзья, Чеснок четыре сухаря И фляшка чачий. Меньшой сидел и молча пил, Тут старший тост провозгласил, И выпил из последних сил За тех, кто в море. И повертев на свет стакан, Сказал Икая, слышь, братан, Да брось ты свой Афганистан, Он не в фаворе. Пройдёт каких-то пара лет, Его забудут, был и нет. Твой автомат и пистолет, Глупцам забава, Иные нынче времена, Другие мерки и цена. Кому нужна твоя война? Ну что, ты права, Бери пример хотя б с меня. В героях не был я ни дня, А посмотри, Моя семья в шумках и славе, Имею в обществе престиж, То в отдам езжу, то в Париж, То в Риме с месяц погостишь, А то в Оттаве. Тут младшего тяжёлый взгляд, Его прервал, отставим, брат. Я не политик, я солдат, И мне до дверцы Вся философия твоя И золотая чешуя Гнилых сентенций. Да что ты знаешь о войне? Вы здесь погрязли в барахле, И ножом я тебе, ты мне, Как песня вам. Она иного подлеца, Вполне хватило бы свинца, Неполных девять грамм. Иной до титулов дорос, А как дорос, ещё вопрос. Тут главное по ветру нос держать умело, А я хотел бы посмотреть, Какие песни станешь петь. Ты там, под обстрелом, Чтоб ты в Европу ездить мог, Дай кровью брал с меня восток. Я больше изназил сапог, чем тыж темлетов. Ты здесь в арабскую кровать С женой ложился почевать, А там привык на камни спать. Я с пистолетом. Мой брат, мой друг, не мастер, говорить. Умел он с порох трезвым быть, Но вижу, он начал заводить его, Браточек. И друга я увел к себе. Во избежание ЧП Мы с ним бродили по Москве До самой ночи. Какая бы ни была беда, Мы слёз не вели никогда. Обиды горькая вода, бойцу опасно. Вдруг стиснув зубы, соль глотал. Что думал он, о чём гадал? Я думал так же и молчал. Всё было ясно. Потом судьба нас развела, Его на север позвала. Меня замучили дела, Работы, дети. А брат его обществом В Париж уехал на пять лет. Он там большой авторитет В посольстве третий. В этом есть не продолжение, Даже не продолжение, А промежущее состояние До того, как его брат уехал в Париж, А тот был уволен, Он успел получить тёрдень красной звезды, И мы его обмывали. Где-нибудь, а в гостинице «Националь», В ресторане нас не пускали, Ну и пришлось горячий связать Швейцарь, Который нас не пускал. Потом нас же не выгонял, Уже никто не выгонял, Тоже денег достали, почку. Я думал, ну вот как-то всё происходило. Когда прям... Ладно, не буду спать, Это надолго. Смешно, надолго. Но вот, не важно. А тут суверение было только у меня. Это документ прикрытия капитану уголовного розыска, Муротова. И пришла милиция, Капитан, ну зачем же ему морду? Человек удали. Это кто? Я говорю, ну ордена носит. Ну а вы договорились, в общем, опустили, Но неважно. Это документ прикрытия у меня уголовного. Ну вот, начинай. Разрми кулак, сведённый, друг, товарищ, Пусть засветится эмалевые рубины, Он тебе напомнит зарево пожарищ, И разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо четвардака, Догорающий на склоне вертолёт, Как захлёбывалась пятая атака, И как кто-то грудью лёг на пулемёт. Ну а эти за столом под образами, За скатёркой и зелёного сукна, Не они тебя на рейде провожали, Не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдём по ресторанам, Так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся непланы, Прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка И под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, Я тебе про непокорный кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, Кто-то памятник при жизни узаведёт, Кто-то в спину нам пролает в недобитки, А кто-то руку, понимающий, пожмёт. Помнишь, Пашку, А Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли, У Павлухи только старенькая мама, А Валерка звал невесту Натали. Третий толстый пряжь глаза, Ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси ещё вина, Звёзды в рюмку, по традиции старинные, Так на фронте обмывают ордена. Третий толстый пряжь глаза, Ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси ещё вина, Звёзды в рюмку, по традиции старинные, Так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, У бессонницы забвенья не проси. Отвези нас на свидание с друзьями, Незговорчивое позднее такси. Эй, шофёр, не уж намала четвертного, Или слишком мы суровые на вид. Ну подбрось нас до посёлка Востряково, Помолчать у краснозвёзды в пирамиде. Эй, шофёр, не уж там мало четвертного, Или слишком суровые на вид. Ну подбрось нас до посёлка Востряково, Помолчать у краснозвёзды в пирамиде. Спасибо, друзья. Так, прощайте горе. Ой, ну не могу, сейчас песню эту из уродового Главпуру. Всё поменял. Историю длинную рассказывать не буду. Но зачем вот надо, вот мне всегда, Ну ненавижу, когда ты берёшь чужую песню, Я не подчинялся Главпуру, Мне начать на нему было с высокой башни, Ни замполитам, ни пропагандистам всяким. Я не подчинялся. И ни Главпуру, ни в Капниву, ни в Афганистане, Ни здесь в Союзе, никогда. Комитет обязательств безопасности. Главпур пусть там делает чего хочет. Политработники, политруки, по-по-старому комиссарю, Наплевать. Но когда берут песни, И меняют слова, Чем ты великая держава, Друзья, чётко сказал, чья великая держава. Название СССР. По неполиткорректных. Кому? Главпуру. Пошёл он в Зайнцу. И поменяли, и пошла находить и бородить, Чем ты, земля Афганистана, Искупишь слёзы матерей. Чем земля Афганистана виновата? Мы туда пришли. Это не Басмачина нас в этот раз через границу, Через Амутарью пришла. А мы туда пришли. Чем они виноваты? Геополитические интересы наши, Нам это надо, но... Но вещь интересная. И как я тут... Ой, блин. Ну не могу, я не выдержу возмущением полным. Вот это опять, это заразь долбанная. Ой, не заразь долбанная. Ну неважно, извините. Заразка земля моих предков. А вот эти песни 4 февраля. Известные песни, многие её знают. Это песня Кирсанова. Слова отможни Кирсанова, да? Вот эта песня. Вспомним, товарищи, мы Афганистан. Взарево пожаришь, крики мусульман. Рок от автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищи, вспомним, дорогой. Там идёт самолёт, заходит. Знаете же, ребята, мусульмане, Ваши силы в том, что мы за вас поют. Помним, товарищи, мы Афганистан. Взарево пожаришь, крики басурман. И дальше так, и в конце. Ловлю одну и пою. Какого хрена ты поёшь-то? Чужую песню. Политкорректность. Какая политкорректность? Какие мусульмане? Ты вот русский язык знаешь, идиот. Мусульман любой, кто на Русь пёрся. Любой. Без национальности бы ничего. Любого звали бусульмане. Прямо это 19 века. Страна мусульман, Афганистан. Ну, никуда не поврёшь, потому что там воевали. Ну, мусульмане они там. Ну, в Израиле, иудеи же вот тут. В Багестане мусульмане. И у нас смешанная всё это вместе. Ну, чё-то. Политкорректность, дурацкий. Так же получилось петь. Я сейчас её спою. Авторский вариант. Не эту песню, а другую. Покорённых однажды небесных вершин По ступеням обугленным на землю сходим. Под прицельные залпы мноведов и лжи Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Чем мы ли мы встроим в страны, в краю далёком? Пускай не судят однобока Нас кабинетной громады. До свидания, Афган. Этот призрачный мир не пристало добром Поминать тебя вроде. Но о чём-то грустит боевой командир. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Какую цену здесь платили, Врага какого не добили, Каких оставили друзей. Нам вернуться сюда, может быть, не дано, Сколько нас полегло в этом долгом походе. И дела не доделаны полностью, Но мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. В чём наша боль и наша слава, Чем ты, великая держава, Искупишь слёзы матерей. Друг, спиртовую дозу дели на троих, Столика нас слева в лихом рассвет сводит. Третий доз, даже ветер на склонах затих. Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Что мы имели, что отдали. Надежды наши и печали, Как уживутся средь людей. Географии наши, полдюжины строк, Социологи втисну, сейчас они в моде. Только разве под властью науки Восток Мы уходим, уходим, уходим. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далёком, Пускай не судят одна Бога. А с кабинетной кромотей. Прощайте, горы, вам видней. Кем были мы в краю далёком, Пускай не судят одна Бога. А с кабинетной кромотей. Значит, это написанная песня в 88-м году? Последняя. Последняя? Когда друг будет. На вывод, да. На сразу к выводу. Когда петь... Про сыновей. Про сыновей. Я пел про сыновей. Не отвлекайтесь. Ладно, что там. Так, там... Как они играли? А, валютные солдатики. Нет. Нет, это другое, потом. На Даманском. А? Нет. Нет, на Даманском. Да, какую песню? Викторат. Викторат. Викторат, да. Это пехота, потом основная пехота. Сам интересный, что там несколько лет буквы... Ну, полтора десятилетия, Даманский и счёт четыре острова для Китая. Знаете, да, об этом? Это пехота. Или мото-пехота. Вообще название воздушная пехота, морская пехота, мото-пехота. В основе лежит самая древняя царица полей пехоты. И по международным правилам территорию не считает, Зах не считает захваченной этой бомбии. Хоть чё делай, пока не ступил, мы на нога пехотинца. Древний закон. Мото-пехота. Город у нас зовут. Мото-пехота. Здесь это товарищи. Мура. Мото мы в горах до поворота. А за поворотом пехтура. Эх, пехота. Матушка-пехота. Чёрт побрал бы этот поворот. В горы шли была почти что рота. Город пустились, там почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведёт? Кто тебя на родине помянет? И какие песни пропоёт? Эх, пехота. Матушка-пехота. Тяжелые погоны на плечах. Горы шли как будто на работу. И не дай бог вернуться в сынкачах. Эх, пехота. Матушка-пехота. Матушка-пехота. Ну там, да. Почти все закончат повтор. Так идёт. Она не дописана. Никак не могу дописать. Дописана, но я забыл. Не, конечно. А, может. Солдатец. Ну подожди. Лареный солдатец. Ладно. Понимаешь, что... Николаевич, время уйдет. Да, время. Сколько времени? Всего нету времени. Ладно. А ловяные солдатики, дети есть, тут я не вижу, правда, их совсем. Есть дети, да? О, господи, знаешь, не спит самый хороший признак, дети есть. Младше 16, вышла, ну ладно, ловяные солдатики, до 5 лет. Сыновел себя придумал, он фел. Потом смотрю, сейчас говорю, господи, там начались года такие, думаю, как же я прав-то был про ловяных солдатиков. Вот. А ловяные солдатики. Просто детская игра. Каждый с мини-автоматиками. И с мини-шашкой генерал. Печатся мини-батериков. За противником вдогон. И у мини-офицериков. Мини-ленточки погон. Вот в атаку кем-то двинуты. Оборону провалив. И из коробки танки вынуты. И сходу прошены в прорыв. Ну и еще одно усилие. Вот даже конница пошла. Ура! Но тут случилось перемирие. Мать обедать позвала. И на время кошеланное. Примерила две страны. И дождалась поля бренда. Первождан, первозданной тишины. Ох вы, маршалы, курносые. Вам бы только воевать. Хорошо, что в играх взрослых. Не случалось вам играть. Тут ни стратегии, ни тактики. Ни теории, ни наук. Оловянные салтатики. Два рубля за десять штук. Оловянные салтатики. Просто детская игра. Но каждый с мини-автоматик. С мини-шашкой генерал. Ну вот я не знаю, Юр, там времени нет уже больше? Жить нет. Вот. Шесть часов. А, шесть часов, да. А? А, вот мне какую? Смештение в колоде. Вот она, давай, я вот. Я одну песню короткую спою. Просил старый товарищ. Петь у 345-го прошу десантного полка. С решением Витьки. Я ее спою. Я не хотел петь. Ну, вы знаете историю. Рассказывал. У него же такого здесь. И ребята были. Не смогли сегодня приехать. Там что-то было. Ребята из 345-го прошу десантного полка. Значит, историю рассказывать не буду. Кто помнит, знает, расскажет другим, значит, ее. Значит, вот такая. Она относится. Не надо там 345-й к любому полку, любому 360-му она относится. Потому что все, что вышло из Афганистана, даже наши боевые подразделения, которые сложились за год войны, они были расформированы. Боялись. Даже с полками поступили, с разведротами, со всеми. И раскидали, забросали. И уничтожили армию. А вот наша накаленная в Афганской войне. Ну, поэтому обнимись с друзьями боевыми, фронтовик поймет фронтовика. Мы с тобой остались рядовыми, 345-го полка. Как мы были молоды в Баграме, как свистели пули у виска. Как сверкало знамя, словно пламя, 345-го полка. Как сверкало знамя, словно пламя, 345-го полка. От Кабула и до Бамиана лезли мы, покручиваем облака. Сквозь рассветы, рваные как раны, 345-го полка. Сквозь рассветы, рваные как раны, 345-го полка. Павшие поймут однополчане, мы сегодня выпили слегка. Слишком много горя за плечами, 345-го полка. Слишком много горя за плечами, 345-го полка. Ну, а тех, кто продал нас отныне, нас и все десантные войска, Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Мы их не простим уже во имя 345-го полка. Воевали в дальних заграницах, и в Москву войдем наверняка, Как в освобожденную столицу 345-го полка. В русскую священную столицу 345-го полка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ